Дмитрий Гаранин сначала ездил на обычном, а сейчас в погоне за адреналином на горном велосипеде. Открытые тренировки под руководством профессионала посещает уже год. Сложные спуски и подъемы, резкие развороты, непростой рельеф стали для 12-летнего подростка привычными треками. Мне это нравится тем, что на велосипеде, допустим, другой вид спорта, там есть какие-то ограничения о велосипеде, их почти нет. Маунтинбайк, в нем очень много разновидностей. Главное для каждого любителя маунтинбайка – регулярно оттачивать навыки управления и маневрирования. В этом начинающим и уже опытным райдерам помогает Игорь Балла. Для участников нет возрастных ограничений, а для велосипедов существуют определенные технические требования. Здесь не от возраста все зависит, а от желания развиваться в этом дисциплине. Велосипед не должен быть шоссейным, не должен быть складным, с свободными тормозами, так же вряд ли подойдет. Тормоза обязательно дисковые, рама должна обладать определенной геометрией. Владлен Белянин посещает тренировки второй год. Каждого занятия ждет с нетерпением. Молодой человек отмечает, что езда по бездорожью – это не только адреналин, но и умение ловко и безопасно управлять велосипедом в условиях города. Если человек просто хочет кататься по городу, то это умение управлять своим байком, своим весом, то есть это улучшает технику катания. Ты на каждой тренировке получаешь какой-то новый опыт и новые знания и владение своим велосипедом. Сначала велосипедисты проверяют свои байки, затем обязательно выполняют несколько упражнений, чтобы размять мышцы. В первой открытой в этом году тренировке участвуют не только юноши, но и одна девушка. Я решила тоже принять участие в этом деле. На Горном первый раз поеду. Кульминация занятия – подъемы и спуски по рельефным трассам. Открытые тренировки на Горном воздухе проводят каждое воскресенье. Желающим принять участие следует помнить о мерах безопасности, чтобы избежать заражения коронавирусной инфекцией. В кабинку на канатной дороге вас пустят только в медицинской маске. Дарья Янченко, Евгений Ахмадеев, телекомпания ОТВ.